Всех приветствую! Сегодня расскажу, а самое главное покажу, как правильно обвязать радиатор, какую запорно-регулировочную арматуру использовать, как легко и просто сделать разметку под радиатор, как его вывесить, какие все-таки размеры задать от пола до радиатора и от подоконника до радиатора. Потому что если почитать интернет, там столько бредятины написано, что с ума можно сойти. Для обвязки радиатора нам понадобится в первую очередь комплект заглушек, осевой клапан с термоголовкой, бывают также клапана углового исполнения, но тогда термоголовка торчит вот таким вот образом от радиатора, что не очень хорошо. Балансировочный вентиль со скрытой настройкой на обратную линию, а также Г-образные трубки для подключения радиатора из стены. Балансировочный вентиль сразу я нашел с трехчетвертной резьбой. Обычно они идут вот так вот с резьбой на полдюйма, и в них необходимо закручивать адаптер полдюйма на три четверти переход, для того, чтобы смонтировать уже концовку обжимную, при помощи которой монтируется Г-образная трубка. Ну вот мне попался на глаза такого исполнения сразу трехчетвертная резьба, то есть адаптер не нужен, можно сразу же накручивать концовку для подсоединения трубочки. То, на мой взгляд, очень удобно. Еще нам, естественно, понадобятся еще кронштейны для того, чтобы вывесить радиатор. Здесь у меня 10 секций. Это бэушный радиатор, он уже здесь стоял. Я от него открутил две секции, то есть он уже похудевший. Пользуясь случаем, я его помыл. Как правило, у секционных радиаторов, если смотреть на них на лицевую часть, то у них справа резьба правая, слева левая. То есть очень удобно. Справа-справая резьба, слева-левая. Но бывают исключения, и вот этот радиатор как раз таким исключением и является. У него справа левая резьба, слева правая. Комплект заглушек проходных, то есть также имеет две заглушки с левой резьбой, две с правой. Закручиваем заглушку. Вот видите, я кручу ее против часовой стрелки, но она идет на затяжку. Все секционные радиаторы устроены таким образом. Поскольку секции соединены межсекционными ниппелями специальными, которые имеют резьбу с одной стороны левую, с другой правую. Это нужно для того, чтобы, когда мы закручиваем этот ниппель, секции стягивались. Закручиваем заглушки. Здесь никакой подмотки не нужно. Ни лен, ни фум-лента, ничего не требуется. То есть прокладки, которые здесь есть, прекрасно справляются с задачей герметизации. Затягиваем против часовой стрелки левую резьбу. А с другой стороны у нас резьба правая. Здесь все как обычно. Здесь затяжка идет по часовой стрелке. На подачу монтируем осевой флапан. Термоголовку пока уберем в сторонку, чтобы не повредить ее. На обратную линию установим балансировочный вентиль. Он необходим для регулировки радиаторов, для так называемой балансировки. Запакуем американку. Я использую лен. Ничего еще лучше не придумали для этих целей. Для целей герметизации резьбы. Обязательно наносим уплотнительную смазку. Она не герметизирует резьбу. Она нужна для того, чтобы лен не гнил. Затягиваем американку. Удобно это делать трещоточным ключом. Получается, что мы два входа в радиатор заняли балансировочником и осевым клапаном. Остаются у нас еще две дырки. Нижнюю мы глушим. Для этого в комплекте имеется заглушка. У нас с этой стороны правая резьба. Поэтому мы можем совершенно спокойно заглушку тянуть. Не боясь, что проходная заглушка провернется. С той стороны надо бы придерживать ее, конечно, ключом. С этой стороны, вверх радиатора, мы сюда устанавливаем кран Маевского для того, чтобы можно было с радиатора стравить воздух. Здесь у меня резьба левая. И если я буду чрезмерно сильно затягивать кран Маевского, у меня может заглушка открутиться. Точно так же никакого льна здесь не нужно. То есть на кране Маевского есть уплотнительная прокладка, которая прекрасно справляется со своими функциями. Не нужно туда подматывать еще дополнительно лен. Вот мы с вами успешно собрали обвязку на радиатор. Осевой клапан установили. Наденется ли на него термоголовка. Таким вот образом на обратной линии установили вентиль балансировочный. У него вот здесь вот скрытая настройка под шестигранник. То есть можно отрегулировать радиатор, отрегулировать через него расход и закрыть колпачком, чтобы туда никакие шаловливые руки больше не лазили. Ну давайте с вами теперь смонтируем радиатор на стену. Покажу сейчас как легко и просто сделать разметку. И расскажу почему вот эти все размеры, которые пишут в интернетах от пола до подоконника, все это ерунда полнейшая. Для того, чтобы разметить радиатор, нам необходимо первонаперво определить уровень чистого пола. То есть я здесь его уже отмил. Вот у меня стоит метка. Что такое уровень чистого пола? Чистый пол это не тот, который только что помыли, а это все слои вплоть до чистового покрытия, по которому вы уже непосредственно будете ходить босыми ножками. То есть с учетом кварцвинила это будет, ламинат или плитка. То есть вот эти все толщины нужно знать еще на этапе чернового монтажа. После того, как мы определились с уровнем чистого пола, необходимо нам найти центр окна, замеряем проем, делим его пополам. В моем случае 71,5 получается. Делаем метку. Естественно, при этом мы смотрим на то, как установлено окно. Какие зазоры по краям. Стоит оно по центру проема или же оно сдвинуто. Метку с окна мы переносим угольником на стену. Самый удобный и простой способ. Ничего выдумывать не нужно. Так вот, теперь нам нужно узнать расстояние от подоконника до чистого пола. В моем случае подоконник будет сделан из фанеры. И вот этого загиба, который обычно бывает на подоконнике, у меня не будет. Но если у вас подоконник обычный, то нужно вымерить расстояние до подоконника с учетом вот этого зуба, вот этого загиба на подоконнике. Для этого мы подставляем уровень вот таким вот образом к четверти вот к этой, которая на окне. Выставляем уровень и замеряем вот это вот расстояние. Как встанет подоконник и насколько опустится зуб подоконника. У меня вот это расстояние от будущего подоконника до чистого пола получилось 89 сантиметров. Вот мы получили первый размер с вами 89 сантиметров. Это наш простенок от подоконника до чистого пола. Теперь нам нужно узнать физический размер радиатора. Не межосевый размер между коллекторами радиатора, между его подключениями. А именно физический размер радиатора вместе со всеми ребрами. Обязательно по лицевой стороне мы замеряем. Десят шесть сантиметров. Далее что мы делаем? От нашего расстояния, которое мы нашли, то есть 86 сантиметров. В кураже съемочного процесса я почему-то вместо 89 написал 86. Не знаю, наверное, пора принимать таблетки для улучшения мозгового кровообращения. Но в уме я все равно посчитал от 89, поэтому полученным цифрам можно верить. Прошу отнестись с пониманием и все-таки сделать скидку на мои умственные способности. Мы отнимаем размер радиатора. 56 сантиметров. Получается у нас 33 сантиметра. И вот это число, 33 сантиметра, мы делим на 3. Получается у нас 11 сантиметров. То есть мы вот это расстояние разделили на 3 равных части. И теперь мы 2 трети добавляем к уровню чистового покрытия. А 1 треть оставляем от радиатора до подоконника. К чистовому покрытию мы добавляем 2 трети, то есть 22 сантиметра. И к этому размеру добавляем размер радиатора. 56 сантиметров. В этих границах у нас будет висеть радиатор. Я очень часто вижу, как вывешивают радиаторы, когда берут вот это расстояние от подоконника до пола, делят его пополам и вешают радиатор строго посередине этого расстояния. И потом уже в окончательном ремонте радиатор смотрится очень некрасиво. То есть да, вроде бы человеческий глаз он любит симметрию, но не во всех случаях. Недаром существует такое понятие, как золотое сечение. Мы идем опять к радиатору, снимем с него размеры. Радиатор 10-секционный. То есть отмеряем 5 секций, находим середину радиатора и от этой середины замеряем расстояние до края второй секции. То есть вот у нас середина, вот раз-два секция, раз-два секция с другой стороны. Нам необходимо вот эти вот расстояния высчитать, для того, чтобы прикрутить кронштейны. Замеряем расстояние. Я меряю не вот так вот рулеткой, а от десятки. Так получается точнее. Расстояние у нас 34,3. Теперь нам необходимо эти расстояния отложить в разные стороны от оси радиатора, от его середины. Не забываем, что мы мерили от десятки. 34,3. К наших меток опускаем вертикальные линии вниз. С одной стороны, с другой. Верхняя метка это у нас верх радиатора, но нам с вами нужно определить именно низ коллектора, чтобы прикрутить кронштейн под него. Для этого я вот таким вот образом подкидываю кронштейн и замеряю расстояние от верхнего ребра радиатора до кронштейна. 4 сантиметра получается. И эти 4 сантиметра от верха радиатора нам необходимо откинуть вниз. Но, так как у нас стена не каменная, на каменной стене все бы было попроще, конечно. Так как у нас здесь стена каркасная, нам необходимо еще и изготовить закладные. Все, закладные готовы. Можно теперь их прикручивать на стену. Прикручиваем брусок. Тут у меня как раз удачно попадает... Здесь как раз удачно я попадаю на стойку. А теперь ту разметку, которую мы сделали, нужно перенести на этот брусок. Я, с вашего позволения, уже воспользуюсь карандашом, чтобы поточнее это сделать. То есть на каменной стене, да, все это было бы гораздо проще. То есть в каменных домах вообще всегда легче работать, когда у нас оштукатуренные стены, когда у нас есть плоскости. В каркасном доме, конечно, что такое каркасный дом? По факту это стойки и утеплитель. То есть воздух заключенный внутри утеплителя. Пустота, которая прикрутится сложным. Перенесли осевую метку. И также нам нужно с вами опуститься на 4 сантиметра, чтобы отбить уровень кронштейна. Вот у нас получился уровень кронштейна. То есть кронштейн будет прикручиваться вот таким вот образом. И я сделаю следующую закладную уже поверх вот этих вот брусков. Вот так вот от верхней метки мы вниз отмеряем 500 миллиметров, 50 сантиметров. Так как межосевое расстояние у радиатора как раз 500 миллиметров, то если мы от верхнего кронштейна отложим вниз 500 миллиметров, мы получим точный размер. Ну вот закладные готовы. Сейчас нужно перенести все размеры на наши закладные и прикрутить кронштейны. Все, теперь крутим кронштейны. Вот такие кронштейны угловые, я их обычно кручу на саморезы с пресс-шайбой. Только саморезы нужно брать не со сверлом, а которые вот просто острые. Они в древесине держатся лучше. Подравниваю и фиксирую еще одним саморезом. И в нижнюю часть также. Я как бы кручу саморез в распор, чтобы его не выворачивало. То, что кронштейны так вот висит, ничего это страшного. Все равно радиатор потом еще будет сниматься, кронштейны тоже будут сниматься. И вывешиваться все уже будет на чистовую стенку. Вообще радиаторы за время стройки или ремонта снимаются и вешаются на стену по нескольку раз. Например, оштукатурили стены. Все сырое, ничего не сохнет. Нужно вывесить радиаторы, погреть дом, посушить. Погрели, посушили. Подходит время шпаклевать стены. Опять нужно снимать радиаторы. Отшпаклевали. Как обычно, нежданно-негаданно приходит зима. Нужно срочно радиаторы вешать. Вешаем. Потом необходимо клеить обои. Опять снимаем. Проверяю кронштейны по уровню. Нужно приподнять. Совсем чуть-чуть. Все. Норм. Зачем так много саморезов? Я прям 4 штуки на один кронштейн кручу. А для того, чтобы кронштейн не выворачивал, когда на него будет нагрузка от радиатора, он может вот так вот повернуться. Поэтому нужно саморезы крутить как бы в распор, чтобы его не выворачивало. Вывешиваем радиатор. Ну вот. Все у нас четенько совпало. Радиатор висит в уровне. Короче, мы красавчики молодцы. Ну, особенно я. Теперь нам нужно подогнать Г-образные трубки. Все делается очень просто. Покажу на примере балансировочного вентиля. Просто подводим вот таким вот образом трубку. Она у нас прячется под закладную. Подводим ее. Я чуть-чуть придавлю ее в утеплитель, чтобы точно потом ничего не мешало. И прям по обрезу резьбы балансировочного вентиля делаю метку. На осевом клапане все то же самое. Откручиваем концовку. Здесь у нас адаптер. Точно так же подводим трубку. Вдавливаю ее чуть-чуть в утеплитель. И ставлю метку. И теперь по этим меткам отрезаем труборезом трубку. На самом деле, можно резать хоть болгаркой, хоть ножовкой. Вообще не принципиально. То есть самое главное потом после реза снять фаску, убрать все заусенцы, чтобы не повредить резиночку в евроконусе. Снимаем фаску внутреннюю и снимаем наружную фаску. Надеваем концовочку. Все, вот у нас готовое изделие получилось, которое мы сейчас с вами смонтируем на радиатор. Прикручиваем трубку на балансировочный вентиль в своем доме на индивидуальной системе отопления нет никакой необходимости развальцовывать трубку, как это приписывает нам делать компания Rehau. Потому что в своей системе в индивидуальной не бывает таких давлений, как в квартирах. И достаточно просто хорошенечко обжать концовку и никуда она не денется. и будет герметично все. Точно так же, таким же образом мы прикручиваем трубку на осевой клапан, на подачу. Хорошенечко затягиваем и там специально упорное кольцо, острое, которое внутри евроконуса, оно врежется в трубку и ее невозможно будет сорвать. Никакой развальцовки не требуется. Но на системах отопления централизованных в квартирах я бы все-таки трубку развальцовывал. Потому что, опять же, на момент отделки снимут радиатор и может произойти такая оказия, что клапан сорвет с трубки и вы затопите там пару десятков этажей. Вот так вот все это выглядит. А теперь трубка Г-образная, она спрячется под чистовую отделку. Здесь будет фанера накручиваться из чистового материала будет торчать только вот небольшой кусочек, там 2-3 сантиметра этой трубки. Теперь остается только подвести подачу с обраткой и напрессовать пресс-стулки. Можно будет давать давление. Ну, вот сейчас может показаться, что радиатор висит слишком высоко, но я вас уверяю, когда появится подоконник и появится уровень чистого пола, то есть в законченном ремонте радиатор будет смотреться на отлично. В интернетах пишут все вот эти размеры, что не менее там 15-17 сантиметров от пола, не менее там 10 сантиметров до подоконника, то есть вот эту всю бредятину, которая устарела уже как лет 20 назад, то есть никогда у вас не получится, во-первых, соблюсти эти размеры, потому что у нас есть две данности, размер радиатора и размер вот этого пространства от пола до подоконника, и все эти сантиметры мы не можем выдержать, ну и плюс все эти размеры они нужны для того, чтобы конвекция у радиатора хорошо работала, а в современных системах отопления мы наоборот стараемся избежать излишней конвекции и избыточного вот этого движения воздуха, он совершенно не нужен, и современные системы они низкотемпературные, поэтому конвекционная составляющая в них невелика, мы уже пришли к тому, что греть нужно именно излучением инфракрасным от радиатора, вот этим приятным лучистым теплом, и при этом избыточная вот эта конвекция, она не нужна, поэтому мы можем пренебречь всеми этими размерами, и вывешивать радиатор нужно так, чтобы он в конечном ремонте выглядел красиво, все, про все эти отступы, все эти зазоры нужно забыть, надеваем утеплитель на трубки, он тут по большому счету и нафиг не нужен, конечно, но пусть будет, не повредит, прикручиваю на место балансировочник уже Г-образной трубкой, проверяю, чтобы она заходила в стенку в дальнейшем перпендикулярно, подгоняю трубку, делаю отметку, вот здесь на трубке есть выступающая часть, такая колевка, она бывает на каждом фитинге, на аксиальном, и отметку я делаю вот прям именно по ней, вот по вот по этой вот части, до нее, это как ограничение, то есть трубка должна в нее упереться при опрессовке, обрезаю трубку по метке, чуть-чуть проворачиваю ножницы, чтобы трубка не сминалась, трубку надеваю при стулке, она надевается определенной стороной, вот этим утолщением к пресс-инструменту, сколько вот здесь вот есть фасочка специальная, для того, чтобы она заходила на трубку и не задирала ее края, расширяю трубку, это делается два раза с проворотом, для удобства снял Г-образную трубку вместе с балансировочным вентилем, вставляю ее в трубу из сшитого полиэтилена и я сразу же не напрессовываю гильзу, даю маленько трубе осесть, сшит полиэтилен, он обладает памятью формы, вот уже он обжал штуцер Г-образной трубки, теперь можно спокойно ее запрессовывать ну и теперь подгоняем балансировочный вентиль вместе с магистралью к радиатору и теперь прикручиваем осевой клапан к радиатору затягиваю напитную гайку ну все наш радиатор готов подключение сделано теперь можно его опрессовывать остается только сделать закладные еще рядом с трубкой заложить брусочки и притянуть трубки к этим закладным перфорированной лентой потому что радиатор еще будет несколько раз сниматься одеваться в общем я пошел давать давление я с вами прощаюсь а вам я желаю чтобы ваши радиаторы грели не производили ненужных шумов гидравлических висели чтобы они ровно и радовали ваших глаз счастливо до новых встреч до новых встреч субтитры